Юрий Васильевич Крупнов, который сегодня, вдруг, как бы заговорил о том, что реабилитация без труда невозможна, все равно использует это слово в некотором смысле ругательным. Ну, в смысле, вот, они бездельничали, теперь пусть они отработают. Ну, вот, это тунеядцы, их надо заставить трудиться. Обратите внимание, вообще, труд, это слово, которое в последнее время, в принципе, на всех уровнях используется как негативное слово, ругательное. Но, чаще мы говорим о работе, все понимают, надо работать, работа бывает хорошая, плохая, интересная, неинтересная, хорошо оплачивая, плохо оплачивая, но не бывает интересного и неинтересного труда. И поэтому, а я пытаюсь говорить именно, сегодня, по крайней мере, именно о слове труд. Почему это, что мы вообще имеем в виду под этим словом? Оно в нашей культуре еще несколько десятилетий назад было настолько сакральным и очевидным, что мы вообще об этом не задумываемся. Обычно говорим, ну, труд, ну, просто труд, труд нужен, труд сделал из обезьяны человека. Мало кто помнит уже сегодня, что это, как бы, одна слова из базовой работы Фридриха Энгельса, но зато все помнят, и практически каждый наркоман и алкоголик знает продолжение этой фразы в советских анекдотах. Труд сделал из обезьяны человека, и труд же вернет его обратно. Почему? Ну, потому что в общем, словом, труд, если давайте опять, я очень не буду это делать, в начале, эмпирическое определение, мы подразумеваем некие систематические, монотонные усилия, направленные на определенный род деятельности. Причем еще, что важно, что часть этих усилий со временем автоматизируется, то есть они начинают проходить вне поля сознания человеческого. Врагом является не работа, врагом является труд. Почему? Ну, это очень просто объяснить, потому что даже сама работа как таковая, и мы об этом начинали разговор, фактически потеряла свой изначальный смысл. Работа – это сегодня средство для того, чтобы получить деньги для отдыха. То есть целью фактически является отдых, а работа является неприятной, но необходимой, вынужденной человеческой обязанностью для того, чтобы иметь возможность славно отдохнуть. Тут об очень многих аспектах можно говорить, но в работе современные молодые люди, и не только молодые, но и молодые в первую очередь, больше всего не любят именно труда. То есть необходимости систематической, монотонной, и во многом ритмической деятельности. Вопрос весь сводится к одной очень простой вещи. Вот, так каким же образом, если мы все-таки утверждаем, пытаемся утверждать, вслед за Энгельсом, что труд сделал из обезьяны человеком, то каким же образом из обезьяны может сделать человека вот эта самая монотонная, ритмическая деятельность? Тот самый труд. Как? И современные молодые люди, когда старшее поколение вспоминает эти слова Энгельса, весело смеются, поскольку труд ими воспринимается точно так же, как взрослыми, как некое наказание, мера пресечения и так далее, и так далее. Видимо, можно было бы говорить о том, что вот надо действительно отработать какой-то период безделья человеческого. Но есть проблема. Проблема эта тоже хорошо известна нам в современной советской власти. Вообще говоря, никакой принудительный труд и никакой труд, как наказание, никогда не оказывается эффективным. И в общем, печальный опыт советских трудовых лагерей это, по-моему, замечательно и убедительно показал. На этой теме есть работа. И даже в общем не стоит этого обсуждать. Тогда в чем же дело? Вот можно с разных сторон начать. Но если вернуться к первобытному обществу или, по крайней мере, к тем далеко не всегда определенным представлениям, которые у нас есть о нем, то у того же Энгельса в этой самой работе о роли труда в превращении обезьян в человека перечисляя труд, старшее поколение помнит это наизусть, до нервного рефлексу. Он говорит, чем занимались первобытные люди, спрашивает Энгельс. И отвечает, занимались они охотой и собирательством. Так вот, на что, о чем я когда-то задумался, на что хочу обратить ваше внимание. Охота и собирательство никак не подходят к нашему первичному определению труда. Это не монотонное, не однообразное дело. Более того, для современного человека и то, и другое скорее является разновидностью развлечения, чем труда. Поскольку в любом случае и охота, и собирательство в диком лесу грибов, скажем, это было увлекательное дело, полное всяких разных опасностей и неожиданностей, и как бы вовсе не монотонное, не однообразное, не требующее вот тех ритмических усилий. И тут начинаются очень интересные вещи, поскольку я считаю, что в первобытном племени, и не очень первобытном, и в тех очень древних племенах, потомки которых дожили почти до наших дней, из Южной Африки, например. Труд был. Такая монотонная, ритмическая деятельность была. Только поразительное дело. Это была деятельность ритуальной. В первую очередь это был ритуальный танец. Это ритуальный танец, по сути своей, это форма измождающего труда. Не работы, за это никто не получал никакой выгоды, а труда. Зачем первобытный охотник и собиратель этот труд производит? Все для того, чтобы иметь возможность охотиться и собирать. поскольку есть великие загадки человеческого уровня. И загадки эти для меня, да и для всей теории эволюции, для всей, по крайней мере, всех рассуждений об эволюции сознания, до сих пор остаются неразрешены. Ну, если мы сидим в области наркотиков, то скажем, например, что древние племена на Амазонке около 7-8 тысяч лет назад каким-то образом для впадения в ритуальный транс во время танцев использовали наркотический напиток айхуаску или баяваску в Южной Америке. А фиг бы с ним, с этим наркотическим напитком. Проблема заключается в том, что для того, чтобы этот напиток сварить, нужно около сотни растительных компонентов. Приблизительно половина, то есть 50-52, сейчас точно не помню, 52 компонента смертельно ядовитые. Кроме самой лианы, которая является основной частью этого напитка и тоже ядовитой. Вот когда у нас в 70-х годах народ по народу прошел слух о галлюциногенных грибочках благодаря левым ксероксам запада, то у нас первое поколение грибников, вот этих, которые искали галлюциногенные грибы, просто-напросто вымерли. Потому что они опирались на полуслепые картинки в ксероксах и искали галлюциногенные грибы на ощупь, ели всякие дрянь и умирали там же, где они эту дрянь съели. А представляете себе в тропическом в Сельве, где сотни тысяч названий растений, каким образом человек находил и учился варить этот напиток? Ведь на самом деле как бы племя бы вымерло, если бы они ходили и пробовали травки. И можно это самые такие, это просто примеры из области нас интересующих, из области химической зависимости. Но в действительности это величайшая загадка происхождения человека вообще. Поскольку ну да, в некий момент Х кроманьонит, не имеющий речи и письменности, голая обезьяна появляется в тропическом лесу. Как она умудряется там выжить? Как она умудряется понять, что можно есть, чего нельзя? как она вообще обнаруживает способы укрыться там от тропических ливней? Потому что ну тропический лес это настолько агрессивная среда, это фантастически агрессивная среда. и это означает что и это означает то самое ощущение, которое мы потом назовем религиозным. Или которое специалисты по психосинтезу, средства Асаджиоли назовут высшим ямем. А как бы психологи вообще сообщат о некотором ресурсе. Внутреннем ресурсе, который существует в личности. Есть ощущение, что человек, несмотря на отсутствие инстинктов, вместо инстинкта сознания, как бы все-таки должен был иметь некоторое предзнание. иначе он не мог бы выжить. Он должен был иметь доступ к какому-то ресурсу. И в тех самых мы называем эти племена первобытными, но в действительности в этом есть очень много иронии. И иронии очень странные, потому что на самом деле есть у меня тайное подозрение, что те, кто собираются у нас в революционных центрах, с тем же успехом могут быть названы первобытными племенами по уровню знаний, особенно по уровню самопознания. Что я хочу сказать? Я хочу сказать предельно простую вещь. Я хочу сказать, что эти самые первобытные племена, или по крайней мере их шаманы, совершенно точно знали, знают и сообщают и не скрывали никогда этого, откуда они эти знания и берут. Они берут эти знания во время священной пляски, в особых состояниях сознания, где некие сущности, они называются по-разному, то духи предков, то духи помощники, то боги, в общем, как бы в разных культурах они имеют разные названия, которые сообщают эту информацию. Я думаю, что сегодня, так как мы говорим о труде все-таки, я не буду пытаться сообщить о некоторой, о том, как я отношусь к этим сущностям и что они собой представляют. Эти метафизические разговоры мы с радостью проведем, ну, как-нибудь отдельно. А хочу я сказать вот что. Я хочу сказать предельно простую вещь. То, что мы сегодня называем трудом, длительные, монотонные, ритмические усилия, не связанные фактически ни с какой выгодой, кроме духовной, были нужны с одной единственной целью. Целью этой было получение знания от богов. откуда-то из того, что сегодня психологи называют ресурсами. Я очень люблю, ну, на самом деле можно найти множество таких цитат, но эта цитата мне когда-то многое помогла понять, я с разрешение все собрались с ней. Я с вашего разрешения все-таки ее еще раз приведу. мой бог бесконечная моя интимность, бесконечная моя индивидуальность. интимность похожа на воронку или даже две воронки. От моего общественного я идет воронка, суживающаяся до точки. Через эту точку просвет идет только один луч от бога. За этой точкой другая воронка, уже не суживающаяся, а расширяющаяся в бесконечность. Это бог. Там бог. Конец этап. Давайте ядной простоты. Это очень просто. На самом деле, я это дело нарисую. Я называю это воронкой розыгры. На самом деле, это скорее не воронка, а некие песочные часы. Вот это общественная воронка из цитаты розыгры. Моя линия восприятия. Она действительно похожа на воронку, потому что я вижу и воспринимаю не все, а только ту часть общественных процессов, на которые направлено мое внимание. Правда? Очевидно, что для того, чтобы написать философскую заметку или мысль, или заняться наукой, я должен свое внимание из этой общественной воронки снять и сосредоточить его где-то внутри себя, в этой самой, это мое словечко, я это называю точку розы. Это триггер, в котором мое внимание переключается на мои собственные мысли, на мои собственные глубины. Розанов пишет, что дальше открывается бесконечная воронка, внутри которой он обнаруживает Бога. Вы, наверное, понимаете, что я сейчас говорю в некотором сравнении с теми самыми шаманскими первобытными танцами. Что я хочу сказать? Я хочу сказать, во-первых, что именно в этой схеме можно усмотреть потребность, которую ведет алкоголик или наркоман. Дело в том, что для того, чтобы как-то отвлечься, развеяться, поднять себе настроение, наркоманы и алкоголики делают в сущности одно и то же действие. Они суживают, схлопывают эту самую общественную ворону. Суть опьянения на самом деле заключается просто в том, что наркоман или алкоголик перестает обращать внимание на объективную реальность. Другой вопрос, и я говорил об этом в теории, что он строит перегородку, он не может погрузиться в эту внутреннюю воронку, поскольку он сосредоточен на своих мечтах и на самом вот этом вот состоянии опьянения. Сейчас мне скажут наши зрители, что они совсем запутаются. Чем отличаются наши мечты, которые позволяют себе проявиться в опьянении, от той самой внутренней воронки? современный человек этого не понимает. Почему не понимает? Я попробую объяснить. Он не понимает этого потому, что проникновение во внутреннюю воронку это и есть труд. А он хочет проникнуть в нее без труда, с помощью опьянения. Ну, как бы с помощью одной айхуаски, но без ритуальных танцев, потому что ритуальные танцы несколько суток напролет без сна и отдыха это однакость труд. И труд балерины это в общем труд, который дорогит зрителю откровения почти божественную правду. Как бы труд философа несомненно требует такого усилия. Но надо учесть, что и для Розанова, который умер от голода, и для очень многих мыслителей это был именно труд. То есть человек каждый день сам себя заставляет, садясь в листа белой бумаги, совершать это усилие, схлопывать воронку общественного внимания и пытаться там в глубине своей воронки своего интимного я, как говорит Розанов, найти Бога. Не хотите это называть Богом, вам не нравится это слово. Пожалуйста, называйте это внутренним ресурсом. однако совершенно удивительная вещь, но каждый человек, который знает, что творчество это труд, а вовсе не внезапное вдохновение, которое свалилось за счет приема наркотиков. Каждый человек, который это знает, для него это абсолютно естественно. Ну а как же без труда? Вдохновение, то есть Бог из глубины этой воронки восходит или нисходит в душу человеческую крайне редко. И только как бы благодарность за труд. И каждому писателю, каждому поэту, каждому художнику это известно. Если ты оказался в потоке, если ты мучительно каждый день, ритмически регулятор, просто думаешь об одной и той же проблеме, ты можешь механически протянуть протянуть в полке, снять оттуда книжку и в этой первой попавшейся книжке открыть первую попавшуюся страницу и ты найдешь подсказку. Может быть не ответ, но подсказку. Это отнюдь не мистика, это некая сторона повседневного опыта, о которой не принято говорить. Я хочу сказать, что вот этим словом дум мы на самом деле называем наиболее общепринятую европейскую медитацию. И никакая медитация невозможна без того, что мы называем дум. И это подтвердит любой монах, любой религии мира, любой духовный учитель. Просто очень часто мы говорим о труде как о форме смирения самолюбия. Да, конечно. То самое самолюбие, которое позволяет человеку надеяться на волшебную палочку, ну что как бы вот он уколется чем-нибудь и на него с ней зайдет сама гениальность, которая, кстати говоря, которую Сократ не случайно наверное называл Даймоном. Правда? Как бы это один из тех самых духов. У Сократа очень конкретно и у Юнга тоже имеющие конкретные имена. Даймон даймон. Как бы проблема в том, что весь этот механизм он не может естественно принадлежать исключительно творческим людям, писателям, художникам и вообще людям. Этот механизм должен быть механизмом общечеловеческим. и вот этот общечеловеческий механизм и называется трудом. Потому что только в процессе труда это телеологический процесс, то есть процесс, имеющий некоторую цель. Только в процессе труда человек может получить подсказку того, что Розенов именовал Богом, а первобытные племена душами премьев. Не потратишь усилий, эту подсказку получить нельзя. Ну нельзя. Как бы это кажется настолько общепринятым таким общим местом, что отсутствует и в том числе в религии и в дзен-буддизме отсутствует это понятие само понятие труда. Что произошло, на мой взгляд, при советской власти? Ну так как мы эту воронку вообще полностью отрицали, целиком и полностью, и бессознательно, и Бога уж, тем более, в нем, там, в глубине, как бы, то мы решили труд духовного смысла. Он стал не сейчас, а при советском власти наказанием. Потому что труд как способ познания души, как способ достижения, единственный способ достижения контакта с Богом. Ну почему? Я думаю, что за Бога я, конечно, мыслить не могу, и за души предков тоже, но можно сказать следующее, наверное, существование мира промыслительного. Раз Бог его создал, он сделал это зачем-то. Точно так же и человек должен делать зачем-то, должен иметь цель, и тогда, если он упорно движется к этой цели с помощью труда, только в этом случае он может получить те самые подсказки, которые мы называем интуицией, или контактом с собственным ресурсом. Ну, а Ласседжи Оли называл контактом с высшим я. Как бы у Юнга все сложнее, но тем не менее для него это в общем можно сказать, это контакт с самостью. Да, поскольку с Богом контактировать нельзя, Бог абсолютно непознаваем, недоступен, то у Юнга здесь находится самость, в этом месте, где угроза на Бога. Но я все время пытаюсь это объяснить с помощью Библии. Там много темных мест. одно из темных мест. Это танец царя Давида перед господием, перед ковчегом, перед самим археем, перед ковчегом с заповедями, заповедями Божьим. когда ковчег располагался в храме, царь Давид разделся до пояса и всю дорогу танцевал перед ковчегом. Спрашивается вопрос, зачем он это делал? Почему танец полуголый представлял из себя с точки зрения Бога доказательства преданности царя Давида? Я все время пытаюсь сказать, что вы знаете, это был царь демонстрировал свою способность на духовный труд. Он показывал Господи, я могу трудиться во благо Твое благо, совершать ритмические монотонные действия без царской одежды. Вот последнее, что я хочу сказать, на самом деле, зачем я все это говорю, вспоминаю и забираюсь в столь высокий империй. Понимаете, какая штука, уважаемые господа психотерапевты, реабилитологи, вся проблема заключается в том, что для того, чтобы труд, в том числе в процессе реабилитации, стал эффективным, он должен быть интересен. Мы с вами должны научиться объяснять человеку, зачем мы требуем от него труда. Потому что, если он не поставит себе какой-то цели, скажем, духовного познания или самопознания, он не будет и труд станет для него действительно наказанием, и он получит прямо противоположное отношение. Вот если мы научимся как-то восстанавливать вот это древнее мистическое значение слова и поймем, что мы имеем в виду на самом деле вполне себе модное сегодня слово медитации. Нам возможно переменить эти слова так, как угодно вам в области психосинтеза, христианства, как угодно. тогда человек как-то поймет, зачем ему нужно трудиться. И говоря снова и снова, позапрошлой встречи мы говорили о воображении. Хаотичное, абстрактное воображение, которое мы называем мечтами или фантазиями, которое само по себе может вызвать зависимость без всяких наркотиков. Знаете, профессия мечтатель. Преобразуется воображение творческое с помощью труда. что-то я себе вообразил, я каждый день с 9 до 18 сажу себе свою картину. Для этого мне нужно научиться пользоваться красками, правда, кистью. как бы то самое плохое воображение, больное воображение, это воображение у человека, который не понимает духовную роль труда. Как бы на последней встрече, прошлой встрече, мы говорили о дневниках и о самоотчетах письменных. Что это такое? Это способ сохранить духовные результаты каждодневного труда, дать возможность их почувствовать человеку, осознать. Нету самоотчета, и все наше желание заниматься трудом в реабилитационных центрах становится не психологией, не психотерапией и уходит в песок. Точно так же, как в сущности своей. Что такое плац? И зачем вообще, например, у нас же есть реабилитационные центры, которые армейские дисциплины всевозможны? Зачем человек учится ходить строем? В общем, господа, это аналог древних фитуальных танцев. И если вы опять не собираете потом народ, не спрашиваете их, а что ты пережил? Что ты почувствовал? Ты пробовал в это время задать себе какой-нибудь вопрос про свою жизнь? И если они этого не запишут, то результат того, что вы уже сделали, будет в пять раз менее эффективен, чем если вы этот вопрос не не то что вы не что вы не вы не что вы